Информатика, основа безопасной жизнедеятельности, технологии, изучение этих предметов станет еще интереснее. Сегодня по всей стране открылись Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках национального проекта образования. Карачаево-Черкесии сегодня распахнули свои двери сразу 42 центра. В 4-й гимназии у Джигуты на открытии побывал глава Рашид Темрезов. Он лично убедился в эффективности и уникальности точки роста. Альбина Ламкова продолжит тему. Крупнейший в России по площади агрокомбинат «Южный». Его строительство было приурочено к Олимпиаде-80. Знаковым событием стало и открытие микрорайона «Московский». Дома здесь росли один за другим. В живописном месте расположилось 27 высотных многоэтажек, две школы. Одна из них – 4-я гимназия. С годами учебный процесс становился все интереснее и современнее. А в новом учебном году внедрили Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Теперь у местных учеников 4-й гимназии микрорайона «Московского», а здесь проходят обучение 1052 человека, будут продвинутые возможности. В кабинетах «Точка роста» создано специальное пространство, оснащенное по последним технологиям. Это, например, 3D-моделирование и программирование виртуальной реальности. Вот эти вот очки пользуются популярностью. С помощью них можно в деталях изучить космос, природу человеческого организма, микро- и макромиры. Список направлений в кабинетах «Точка роста» большой. А самое главное, что в секции может записаться любой желающий. А их уже много. Ученики гимназии разделились по интересам. И с 1 сентября работа уже кипит. «Точка роста» – это не просто название кабинета. Это и есть наша «Точка роста». Будущее для нашей профессии. На прошлых занятиях мы пробовали и научились сборке механических деталей. И научились сборке электрических деталей. В будущем о какой профессии мечтаешь? Вообще я мечтаю стать юристом. Но я думаю, что навыки, приобретенные в кабинете, мне не помешают. Надо сказать, что учащиеся всегда создавали и успешно представляли свои проекты на различных конкурсах. А с появлением современного оборудования это уже будет совершенно иной уровень. А педагоги, которые задействованы в центре, прошли необходимое обучение по повышению квалификации. А вот там наверху расположены работы, которые выполнили ребята в определенное время. Это не просто работы, это работы, с которыми дети заняли призовые места на различном уровне выставок. Занятия в «Точке роста» – они очень увлекательны. Наши ребята научились при помощи технологических карт выполнять самые различные модели, начиная от простых механических и заканчивая электрическими. Это очень увлекательно и интересно. Иногда бывает такое состояние, что их невозможно остановить. И давайте вот эту, а это сложнее, давайте мы вот эту попробуем. Ребятам это очень нравится. Два новых класса, которые оборудовали новой техникой, пустовать точно не будут. Перед приходом официальных лиц и стартом марафона федеральной сети центров образования старшеклассники уже приступили к конструированию моделей. А ученики младших классов увлеклись шахматами. Играй в шахматы, потому что здесь можно выигрывать, стратегии строить свои, развивается ум. Ну и так далее. Давно играешь в шахматы? В шахматы играю 4 года. Очень интересная игра, развивает логику, мышление. Главный гость – глава республики Рашид Тимрезов. Ребята тут же принялись рассказывать ему о том, как интересно идет образовательный процесс в кабинетах «Точка роста». Многие из них уже определились в будущей профессии. Школьники отметили, что специальное оборудование дает возможность помочь познать азы в выбранной сфере. Например, при помощи манекена можно наглядно показать, как спасти жизнь человеку. Многие старшеклассников уже приступили к моделированию с помощью ноутбуков. Среди них есть достойные работы. Преподаватели гордятся способностями своих учеников. И надеемся, что это будет платформа для будущей профессии, выбора в профессии. Нужно сказать, что в одном из новых классов, помимо парт, удобных стульев, появились стильные пуфики для отдыха. Эта зона называется коворкинг. Ребята не только выучили это современное слово, но и в полной мере смогли ощутить его значение. И уже применить это пространство для общения и творческого взаимодействия. В классах у нас трехрядная расстановка парт. Это не способствует такому общению и сближению к совместной работе. В день марафона всем рассказали и о работе квадрокоптера. И тут же попробовали его в действии. А на память попросили главу региона оставить книги отзывов и пожеланий на путствие новому образовательному центру «Точка роста». Ну и какое же событие без праздничного торта. Он и стал финальной точкой в памятном для четвертой гимназии дне. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Микрорайон Московский.